привет друзья представляю вам обновленную версию рубика srm значит модель srm 70 722 8 bl-гб вот как вот такая в общем модель ну в общем это серия ножей называется рубик кубик рубик в общем вот такие вот у них ассоциации у меня уже был обзор на этот нож в общем вот он и мне понравился он как видите светлой и с цветной ручкой светлая клипса и у меня от свободные ресурсы появились и я себе приобрел полностью черный в общем это у нас black wash черная фурнитура черный клинок черная клипса общем все черное к лайнеры черные то некоторые делают это прям нельзя все черное g10 здесь у нас он даже получается дешевле чем версия двухцветной g10 видимо вот этот цвет на g10 она подороже наверное поэтому вот этот выходит подешевле так значит в принципе то же самое прекрасная механика какой-то замок амбилок это тот же аксис но называется по-другому и клипса тоже у нас переставляемая нажимаем усики сдвигаем выталкиваем опа переставляем на ту сторону которую вам нужно так нужная сторона у нас нужная сторона вот это воткнем ее обратно мне нужна была как раз черный клипс и потому что у меня черные штаны я предпочитаю чтобы не бросался он в глаза поэтому вот черный клипс и самое оно давайте пройдемся и будем сравнивать в общем то это все тот же рубик собственно кто видела не видел точнее обзор рекомендую посмотреть кто видел тот понимает о чем речь многие его уже оценили вот механика отличная клин тяжелый под под собственным весом механик ну это я уже говорил вот и предыдущая версия все то же самое но сатин светлая фурнитура и черно-белая g10 двухцветная кому нравится ну в общем какой вариант нравится такой и тот себе и приобретает значит сначала такой приобрел такого не было это новинка есть еще полностью черный но светлый клин и есть еще смикарты но смикарта мне не понравилось это в макро посмотрел там есть небольшие дефекты я такой вот честно говоря микарта мне не очень и вообще g10 больше люблю как бы более прогрессивный материал ладно много слов опять в общем все то же самое что и было предыдущий значит это у нас какая-то gb версия а это у нас gw это на грей может грей ел не знаю в общем в общем все то же самое только l это лапши как понимаю потому что есть еще уменьшенная версия тоже есть желание приобрести но пока не судьба так значит сталь изначально писали в g10 но сейчас на официальном сайте написано что это 10 хром 15 кобальт малькдэм ванадий мне эта железка нравится я ее тестировал на других ножах китайского производства на которых писали как раз в g10 а на самом деле вот эта железка она более твердая так скажем больше лучше держит удержание режущей кромки на твердых материалах так и давайте тогда начнем их сравнивать внешний вид собственно говоря мы уже можем сравнить принципе ничего нового добавить я по нему не могу это все тот же рубик такой же отличный только он весь черный поэтому более удобно именно для edc изначально мне показал что он тоньше и я померил мне и на 1 и 3 миллиметра я намерил потом второй раз когда перемерил я понял что я ошибся это всего лишь на 0 3 миллиметра вот этот тоньше но в руке вот кажется что вот этот потоньше но 0 3 миллиметра вряд ли дают такой эффект ну вот так не знаю вот вроде фаска может чуть побольше сняли они ну в общем вот этот кажется тоньше но по факту он только на 0 3 миллиметра ширина ручки у него отличается от цветной версии так значит весит он 113 грамм вот эта версия весит 112 грамм толщина клина т2 я намерил сведения у на старой модели точнее у предыдущей модели 0 5 и 1 и 1 на кончике у этой модели очень толстый кончик толстенный прям такой вот на обновленные модели с блэк вашим более тонком сведен в основании на мере 0 6 вот отсюда начинается 0 5 и сведен в 0 8 на кончике так вот в общем кончик стал более тонкий что очень приятно тоже можно что там ковырнуть то что 11 вот именно что-то воткнуть там поднять это тяжело уже так он толстоват а вот 0 8 самый раз на мой взгляд там 0 7 может ну в общем вот 0 8 я намерил вот еще раз давайте вот так вот и вот так вот и давайте с крысы я его еще сравню тоже для понимания габаритов дизайн очень приятной я разговаривал общаясь с людьми многим нравится дизайн вот вот так у нас габариты многие оценили простой и приятный такой очень удобный для повседневной для решения повседневной задачи вообще в работе вот чуть чуть больше резкая кромка у него чем у крысы и ручечка у нас чуть поменьше и по толщине у нас она потоньше чем эта тюнинная крыса вот ну такой более широкий поэтому в руке мне удобно очень хорошо так ну давайте порежем построгаем для того чтобы вы сложили свое мнение об этом ножи хотя в общем то я думаю что все предсказуемое будет повторять предыдущую версию черно-желтый g10 до разбирать его не буду потому что просто нет смысла он в идеале там все то же самое что и на черно-желтым это бутерброд из тефлоновых шайб и 2 перфорированная медь или бронза не знаю такой красный металл вот и все там собственно больше показывать ничего что и и и и и и и так давайте пострадаем в принципе все предсказуемо но для порядка так же точку на заводская и это не подправлял ничего такая микро пила достаточно агрессивная так сосновая доска и остатки сухого клёна принципе все предсказуемо все тот же рубик так мне все нравится мне немного вырезается в мизинец что здесь наверное клипса да потому что здесь все скруглено здесь кроме клипсы больше нечем врезаться давайте кстати интересный ход сделаем просто для интереса вытащим и построгаем без нее так ручка тонковато видимо все таки ну в общем здесь наминать нечему но видимо я нагрузка идет как раз вот сюда и здесь с непривычки у меня есть какие-то неприятные ощущения ну так спорный потому что просто непривычки здесь уже чуть-чуть осталось здесь как бы тяжело уже понять схватиться не за что ну по мне так страдает нормально да действительно это немножко клипса наминает но совсем немного потому что ну нормально и плюс ко всему ее можно снять любой момент как только она вам так будет мешать и также мы ее также просто ставим на место отлично так я думаю так для порядка пластилин и пластилин собственно говоря он таким был микропила вот надеюсь вы смогли сложить свое мнение об этом ножи мне нож нравится